Ребята, и снова всем привет! В этом видео мы хотели вам показать, как закрыть в зиму щавель. Изначально нужно его промыть, кладем в миску его, набираем воду, промываем, сливаем грязную воду. Нужно добиться, чтобы водичка была чистая. И минут на 20-30 оставляем его в воде, чтобы он немного, как говорится, промылся еще тщательнее. Закрывать щавель мы будем в полулитровых банках. Для этого мы сейчас должны баночки простерилизовать. Подробно, как стерилизовать банки, мы сняли отдельное видео. Сейчас появится рекомендация. Поэтому, если что, то перейдете, посмотрите и научитесь. Значит, ждем, когда баночки все простерилизуются. А тем временем мы сейчас займемся нарезкой щавля. На одну банку полулитровую идет примерно вот таких вот пару пучков, ребят. Ну, плюс-минус. Может быть, чуть-чуть меньше, но ориентируйтесь на два вот таких вот пучка. Хвостики все не обрезаем, а только вот начало. Вот, обрежем чуть-чуть. Это все уберем. А вот эти хвостики вот так вот оставим. Почему их оставляем? Потому что в них содержится много кислоты. Теперь визуально, смотрите, щавель, возможно, где-то есть порченные листики. Их нужно просто оторвать. Выравниваем пучок, обрезаем вот эту нитку. И сейчас займемся нарезкой. Нарезаем щавелек помельче. Вот сейчас мы начали нарезать стебельки. Ну, вот так вот-вот. Еще раз пучок этот подровняем. Листья также нарезаем мелко, как и стебли. Единственное, что сильно сжимайте пучок, чтобы он не расползался. И теперь в готовую стерилизованную банку набиваем щавель до плотна. Значит, набили до верха. И берем вот так вот рукой, чистой рукой. И вот так вот его утрамбовываем. Утрамбовали. Еще засыпаем. Ну, пока ничего нет. Утрамбовывая, вот таким образом, ребят, засыпали до верха. И вот так утрамбовали. Опять берем щавелючек. Делаем укладочку сверху. Вот так вот. И сейчас вот так вот утрамбовали. Видите, щавель плотно укладывается. И, соответственно, его больше влезет. Значит, одну баночку забили. Примерно ушло полтора пучка щавлю. Ну, может быть, чуть-чуть больше, может чуть-чуть меньше. Ребят, тут уже ориентируйтесь от толщины пучка. Подготовили вторую банку стерилизованную. Сейчас она остывает. А сейчас мы нальем в чайник водичку для того, чтобы ее закипятить. И эту воду будем заливать в щавель. Кипяток будем заливать в банку со щавлем. Ну, и смотрите, одновременно крышки стерилизуются. Смотрите внимательно. В прошлом видео мы рассказали об этом. Ссылка, в общем, будет в описании, как стерилизовать банки. Там и про крышки мы рассказали. Вода закипела. Теперь заливаем кипяток в банке. Водичку наливаем до самого верха. Ничего больше не добавляем. Ни соль, ни сахар. Ничего, кроме кипяченой воды. Вот этого вот кипятка. Больше ничего добавлять не нужно. Если щавель немножко поднялся, вот так вот, как у нас. То попробуйте ложкой вот такие вот действия сделать. То есть протолкнуть в воду, чтобы выровнялась вся эта масса. Теперь баночку накрываем стерилизованной крышкой. Теперь кладем какую-то тряпочку, либо вафельное полотенце в кастрюлю. Устанавливаем в баночки. Наливаем холодную воду. Водичку льем по поясок банки. Вот он, поясок. Когда идет на сужение, вот баночка, вот это называется поясок. Вот таким образом. Смотрите. Раз. Ну, еще чуть-чуть подлить. И все. Вот здесь вот поясок начинается, чуть выше водички. И банка пошла на сужение там, где крышка, чтобы вы понимали. Вот так вот. Ставим кастрюлю на огонь. На средний. Ждем, когда закипит вода. Вода закипела. Теперь делаем тише огонь. И вот в таком состоянии стерилизуем банки 15-20 минут. Время прошло. Теперь аккуратненько вынимаем банки из кипятка и перемещаем их на стол. Оботрем полотенечком от жидкости. Берем закаточный ключ и закатываем банки. Как закатывать баночки? У нас есть отдельное видео. Сейчас появится рекомендация, ребята. Поэтому вы можете посмотреть отдельный видеоролик и научиться это делать. В этом видео мы уже рассказывать не будем. В принципе, консервация, закатка банки сейчас будет завершена. Сейчас прокатаем крышку. После, ребята, банку переворачиваем вверх ногами. Сейчас я вам все покажу. Вот происходит закатка баночки. Обвальцовывание крышки. И в конце видео будет рекомендация на стерилизацию банки и на закатку этим ключом. Видео будет продолжено сейчас другим видео. Там чуть-чуть вместе с вами пообщаемся. Ну, можете либо послушать, либо перемотать. Ну, желательно послушать. Послушать, о чем будем рассказывать. Вы многое еще узнаете. А так, просто загляните в описание, либо в первый закрепленный комментарий. И вы увидите эти ссылочки. Потом просто нажмете и перейдете. Итак, закатка банки завершена. Вот таким образом переворачиваем. Для чего? Чтобы сейчас убедиться, удостовериться, что банка не протекает нигде. Жидкость не вытекает. Все отлично, правильно? Все проверили, все укили. И берем полотенце и закутываем. Нам нужно дождаться, чтобы банка полностью остыла. Это может быть и сутки. Это может быть и двое суток. Поэтому вам нужно дождаться полного остывания. А на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы научились закрывать щавель. Пишем свои комментарии. И всем до новых встреч. Пока. Ребята, ну что хотел бы вам сказать по нашему каналу. Значит, в этом году у нас съемок по консервации, по консервашкам зимним мало. Почему? Потому что у нас как бы запланирована покупка недвижимости. Вот, соответственно, все деньги до копейки уходят в другое русло. Это зимой мы по минимуму будем, в общем, кушать консервации. Возможно, для здоровья это полезно. Меньше соли будет попадать в организм. Вот. В том году, конечно, мы наснимали очень много видосов. Поэтому есть плейлисты. Есть плейлист. Он называется, по-моему, «Заготовки в зиму». Как-то так. В общем, плейлист этот найдете на канале на нашем. Вот. Значит, мы закрывали помидоры, огурцы, синенькие. Кабачки. Ассорди делали. Огурцы, помидоры, цветная капуста. Потом. Что еще из овощей мы закрывали? Что я не озвучил? Еще. Томаты. Томаты, в общем. Томат делали для борща. Для борща пить его не делали. Нет. Для борща закрывали, значит, томат. Типа морса. Типа морса, да. Томат, как бы, ну, морс, в общем. Дальше. Из ягод. Что мы закрывали? Мы закрывали вишню, компот. Прям делали. Абрикос. Абрикос. Виноград. И, в общем, какие-то еще, ребята, ассорди. Ну, в общем, консервашек у нас отснято достаточно. А также, обратите внимание, обязательно на вот эти вот видосы. Сейчас покажу. Вот, как стерилизовать банки. Есть отдельное просто видео обучающее. Прямо на канале оно существует. А также, ребят, сейчас покажу. Вот. Как закатывать банки. Есть обучающее видео. В этом видео этого ничего не будет. Просто перейдете. В конце видео появятся рекомендации этого. А также я закреплю еще в описании под видеороликом. Эти ссылочки прикручу. Для чего? Для того, чтобы вы перешли и посмотрели. Если вдруг не можете закатывать банки, стерилизовать. Ну, в общем, все. Или только учитесь. Или только учитесь, да. Мы это ежегодно делаем. Бывают, комментаторы пишут, что как-то неправильно вы что-то делаете. Как-то у вас не так, а у меня вот так. А вы как-то не так, а мы вот так. Ребят, ну. Сколько людей, столько и мнений. Да, сколько людей, столько и мнений. Это раз. Второе. Ну, ни одна консервация нас не подвела. Ну, как сказать не подвела. Ну, смотрите. Ну, закрыли вы, допустим, 50 банок щавеля. Ну, к примеру, да. Ну, пару баночек, ну, по-любому вздуется. Не зависит от того, как вы закрывали. Правильно, неправильно. Это естественный процесс. Где-то вы не домыли тот щавель. Где-то какой-то процесс образовался. Завелся этот микроб, так скажем. И погнала банка бродить. Поэтому, в основном, все большее количество. 99% банок у нас целое. Бывает там одна-две баночки, крышка вздуется. Ну, у вас то же самое будет, ребят. Поверьте, как бы вы ни старались. Бывает, конечно, иногда, что вообще все идеально. Но это, не знаю, это бывает, наверное, в редких случаях раз в 10 лет. Такое может происходить. Вот. Поэтому имейте в виду, все это снимается... Есть, да? Все это снимается, значит, из нашей практики. Мы ничего не выдумываем. Мы никого не учим. Мы просто показываем так, как мы делаем. По-другому, ну, никак, ребят. Сейчас, значит, первая банка готова. Да, сейчас вторая на подходе. Вот она она. Снимаем готовую стерилизованную банку. Сейчас чуть-чуть отстоится. Да, сейчас она немножко отстоится. Ну, как отстоится, в смысле, остынет, да? Что-то в кипяток не лезло. Да. Сейчас банка немножко охладится. Вот. Первую банку забили. Вот, осталось как раз на вторую банку. Ну, в общем, одна банка... Сколько? Одна банка, два пучка? Почти. Почти два пучка, да? Ну, вот. А мы же два нарезали. Два пучка. Почти. На одну банку. На одну банку. А, так надо написать в сноске под видео, что... Примерно один пучок на одну банку. Что ты рассказываешь? Нет. Нет? Нет. Полтора пучка. Где-то да. Ну, полтора пучка. Ну, опять же, это еще зависит от толщины самого пучка. Да, ну, в общем, ребят, да, смотря какой пучок. Толстый, тонкий. Щедрый огородник делает пучки хорошие. На Украине делают пучки. В Украине делают пучки толстые, а в России поменьше. Потому что почему, а почему, ты знаешь, нет? Нет. Ну, это все связано с географической особенностью. Смотря где щавель порастает. Если где-то в северной части, то как его будут выращивать? Там хотя бы маленький пучок продать, чтобы людям хоть зеленый порш сделать. А в Украине, конечно. В Украине позволяют природные условия готовить пучки, делать пучки жирные. Теперь сейчас закипятим воду. Закипятим воду. Но это мы снимать будем уже в отдельное видео. То доделывать. Ребята, а на этом все. Вот так вот. Вы, если научились все делать, ставьте лайк. Если не научились какие-то вопросы, задавайте вопросы. И мы на них обязательно ответим. Подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр. И всем до новых встреч. Пока.